This conference will now be recorded. Hello, Tатьяна, почему-то тебя слышно так с зависанием небольшим. Возможно, это со связью какой-то вопрос, но так слышно? Да, так слышно. Ну просто Ольгу Вячеславовну я прям слышу, как будто мы с ней рядом за одним столом, а у тебя немножко связь так чуть-чуть плавает. Ну, к сожалению, не могу сказать какие-то... This conference will now be recorded. Вот сейчас включена запись. Спасибо большое. Итак, еще раз добрый вечер. Мы рады приветствовать вас сегодня на Дне открытых дверей по профессии директора по диджитал-маркетингу. И в начале нашей встречи я бы хотела передать слово Анне Поляковой, директору по трудоустройству учебного центра «Специалист», чтобы она нам в нескольких словах обрисовала ситуацию на рынке труда в данный момент по этой профессии. Анна, прошу вас. Да, здравствуйте всем присутствующим и будущим слушателям нашей записи. Рада вас приветствовать на нашем Дне открытых дверей. И могу вам, наверное, открыть большую тайну, что одна из моих самых любимых и самых сложных вакансий и профессий – это директор по диджитал-маркетингу. То есть тут сочетаются творчество, аналитика и умение прогнозировать, и анализировать то, что уже было, и умение прогнозировать. В наше время, особенно когда мы 50 дней просидели в заперти, все дружно привязались к интернету, и практически ни одной квартиры, наверное, нет, где бы интернета не было. И что мы с вами там видим в этом замечательном интернете? Любую рекламу, любой баннер, выбегающая строка, забегающая и все остальное прочее – вот этим всем занимается менеджер по диджитал-маркетингу, директор по маркетингу или по маркетингу, как нравится вам называйте, да? Человек, который умеет, во-первых, работать с целевой аудиторией, разделять ее целевую аудиторию, сегментировать, простраивать стратегию работы, изучать цели, задачи, интересы целевой аудитории от начала до конца. Кто такая целевая аудитория? Он знает это буквально на кончиках пальцев, умеет составлять УТП, универсальные торговые предложения, умеет строить маркетинговые стратегии, анализировать конкурентов, делать свод-анализы, определять, собственно, как, кто такие лид-магниты, как генерировать эти магниты и этих лидов, что с ними делать и так далее. Вот такие профессиональные, сленговые, можно сказать, профессиональные определения, ну, для меня отчасти это может быть как сленг, для вас, может быть, это знакомыми терминами, может быть, незнакомыми, но это все я вам зачитала как бы выдержку из требований, предъявляемых к знаниям и умениям интернет-маркетолога. Фактически маркетинг – это делание рынка. Директор по диджитал-маркетингу – человек, умеющий в интернете создавать рынок, какой? Конечно, продаж. Продажи услуг или продаж товаров. Без разницы. Это вы уже сможете определиться, исходя из нашей программы, исходя из ваших личных предпочтений. Но, по сути, вот такой обширный достаточно объем требований к знаниям и к умениям сейчас на рынке труда, собственно, предъявляются. Что касается количества вакансий. В марте и апреле, когда практически во всех компаниях и на очень многих фронтах подбор персонала был закрыт или велся так, на всякий случай, про запас, когда закончится изоляция, то интернет-маркетологи пользовались, ну как, разлетались, как горячие пирожки. Потому что можно работать удаленно маркетологу со знаниями и навыками работы в продвижении в интернете легко. Это может быть и любая компания, которая занимается продажами. А сейчас это, наверное, 98% компаний, которые так или иначе занимаются продажами. Да, может быть, только если даже не частные школы, а государственные школы не занимаются продажами. И то, собственно, вопрос. Да, в любой компании у кого-то больше отдел продаж, у кого-то меньше. И, собственно, для отдела продаж маркетолог и существует на рынке. Это могут быть онлайн-курсы, и их множество. И сейчас как грибы выросли, и они все активно нуждаются в людях, которые разбираются в интернете. Дальше, конечно, нужно смотреть. Можно становиться СММ-продвиженцем и сужать свои знания, свои навыки, свои компетенции и уходить только, лишь в СММ. Можно уходить в таргетинг и таргетологом становиться. Но в целом, если вы обладаете мышлением таким стратегическим и хотели бы построить для себя хорошую звездную карьеру, соответственно, с уровнем заработной платы тоже, а хороший диджитал-маркетолог, это начинается где-то от 150 сейчас, и там выше только звезды, да, заработная плата, то, конечно, нужно обладать обширными знаниями, разнообразными знаниями в маркетинге. И тут база маркетинговая, конечно, и отсюда целевая аудитория, УТП, и, собственно, работа, сегментирование и так далее. И, конечно, специализированные знания и навыки уже современные, которые, можно сказать, вот-вот в этом году, благодаря апрелю и самоизоляции, они стали более актуальными и интересными. И поэтому мы, собственно, и делаем эту программу, директор по диджитал-маркетингу, в которую включаем, ну, все. Все. И самое интересное, что мне хочется до вас донести, что уже начав обучаться, вы можете начинать идти работать. И можно работать удаленно. И сейчас, наверное, кто пробовал работать или кто пробовал учиться, у вас эта компетенция вырастает, уметь, как это называется, правильно сказать, простите, забываюсь, дисциплинировать себя таким образом, чтобы и дома выделять рабочее время и оставлять для себя личное время. И можно идти работать. Спасибо большое. Я прошу прощения. Спасибо большое, Анна. И я прошу... Жесткий тайминг. Простите, пожалуйста. Прошу Дарью и себе групп рассказать конкретно, какие же требования сейчас предъявляются компаниям к тем, кто, в общем-то, хочет устроиться, работать диджитал-маркетологом, директором по диджитал-маркетингу или, ну, какие вообще вакансии и какие требования предъявляются. Спасибо. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Дарья Джузенова. Я директор коммуникационного агентства CB Communications Group. Что касается вакансий директор по диджитал-маркетингу или, кстати, маркетингу, директор по диджитал-маркетингу или интернет-маркетолог, эта вакансия, она востребована в последнее время, вне зависимости от ситуации и конъюнктуры, последние несколько лет. И мы, будучи коммуникационным агентством и обслуживая в основном корпоративных заказчиков, лежим как бы в области B2B сферы. И тем не менее, несмотря на то, что B2B сфера, она всегда более традиционна, каждый день мы сталкиваемся с необходимостью все дальше уходить в диджитал. И с точки зрения наших собственных услуг, и с точки зрения компетенций наших сотрудников. Что в первую очередь востребовано у нас и у наших клиентов, это, конечно, как бы это ни банально звучало, результативность и умение работать на результат. Потому что есть огромное количество подрядчиков, фрилансеров и так далее, которые умеют отлично тратить бюджет. Они зачастую умеют выводить в топ компаний, не понимая, что многим компаниям не нужно быть в топе, им нужна релевантность прежде всего. Поэтому здесь, конечно, мы в первую очередь подчеркиваем, что да, нужно понимать и отдавать себе отчет, что я умею работать с этими инструментами таким образом, чтобы пригонять теплых лидов как можно больше, как можно эффективнее. В таком случае я получаю больше денег. В какой-то степени, да, это продажи, безусловно. То есть профессия интернет-маркетолога, она очень близка к продажам в том отношении, что именно интернет-маркетолог, работая с контентом, работая с различным, с целым спектром инструментов, в конечном итоге пригоняет лид, да, который должен совершить сделку. И то есть у нас, и как у наших клиентов, зачастую вакансия интернет-маркетолога, она открыта постоянно. То есть это не только разовая акция, вот на текущий случай. Более подробно о себе и о вакансии мы описали уже в размещенном посте на Фейсбуке, в группе. Вот, но главное, что нам требуется, это действительно понимание инструментария, это контекст, СММ, понимание поведенческих паттернов целевой аудитории и в конечном итоге построение своей работы таким образом, чтобы эти технологии приводили лидов. Все внешне довольно просто. Единственная наша особенность – это то, что мы всегда работаем в сжатые сроки, то есть, условно говоря, у нас есть идея или появляется новый продукт, и мы его очень быстро запускаем, то есть это буквально лендинг за два часа, на него сразу подключается все-все-все, контекст, таргет и так далее и тому подобное, и это должно начинать очень быстро работать всегда. Вот это главное наше требование. Дарья, спасибо вам большое. Сейчас мы попросим Ольгу Вячеславовну рассказать всем слушателям о том, что, ну, собственно, как этим инструментам научиться и как вообще развить все эти свои способности. Еще я хочу добавить, что если у вас есть более какие-то серьезные вопросы именно к работодателям и к нашей службе трудоустройства, то вы можете записаться на карьерную консультацию либо посетить наши Дни карьеры, один из них, либо несколько, которые у нас регулярно проводятся в центре. Информацию все вы можете посмотреть у нас на сайте в разделе трудоустройства. Спасибо вам большое. Ольга Вячеславовна, вам слово расскажите нам, пожалуйста, про профессию и про то, как ее получить. Спасибо большое, дорогие друзья и коллеги. Итак, несколько слов от меня. Меня зовут Вологина Ольга. Теперь вы можете не только меня слышать, но и хотя бы видеть, как я выгляжу. Жаль, что невозможно увидеть вас вживую. Встреча была бы еще, наверное, интереснее. Но тут уж увы, как говорится, надеюсь, что голос и рассказ компенсируют отсутствие внешности перед вами. Как говорится, но не в формате 5D, хотя бы в формате 2. Я с 2004 года работаю в области маркетинга. Сначала в рекламном агентстве. Я работала в МедиАртс Групп. Это топ-3 на тот момент. Да и сейчас, пожалуй, тоже рекламных агентств страны. Отвечала за диджитал направление и в должности диджитал стратега. Одного из рекламных агентств, входящих в состав МедиАртса, ушла на сторону клиента. За это время доросла до директора по маркетингу, то есть через направление диджитал. Как вы видите из слайда, я люблю много писать. У меня больше 150 публикаций в профессиональных журналах. Я автор единственного на данный момент портала в Рунете о поиске работы в сфере медиа-индустрии, в том числе в интернет-профессиях. Портал mediajobs.ru работает до сих пор с 2008 года. Дизайн, как говорится, конечно, уже поменялся под более современные, а вся структура и содержание осталось прежними. Ниже некоторое количество разных картинок, а именно логотипы компаний, с которыми я работала в рамках диджитал и в которые уже сняты соглашения неразглашений, так называемые NDA, и которые я могу показывать. С кем-то из них мы работали в рамках только стратегии SMM-продвижения. Для кого-то запускали то, как говорила моя коллега, лендинг плюс таргет, плюс контекстную рекламу, плюс помощь продажам, плюс аналитика, откуда идет трафик и какой более результативный. Для кого-то мы делали комплексную стратегию, годовую комплексного диджитала, ну и так далее, и так далее. Разговаривая о том, из чего состоит профессия диджитал-директором, или, как иногда бывает, когда вы приходите в компанию и вам говорят, у нас нет отдельной позиции, которая называется диджитал-директор, у нас есть позиция менеджер по интернет-продвижению, и вот тебе туда все. Фактически вы называетесь менеджером в его изначальном понимании от слова менеджмент-управлении, то есть вы управляете диджиталом в комплексе. Поэтому вне зависимости от того, как говорится, как вы себя назовете, здесь мы отталкиваемся от обязанностей, что вам отдается. И диджитал как комплексное направление очень широко, в него входит масса профессий. Профессия менеджера по диджитал-маркетингу или диджитал-директора, в зависимости от того, в какую структуру компании вы попадаете, отдел или под вами, или вы один за все и за вся. Тем не менее, включает в себя обязательные знания, связанные с разными областями интернет-маркетинга. Как это применяется в жизни? Я написала вам специально историю, как это бывает вам на реальном мире, и если вы когда-либо встречались с подобными людьми, то, наверное, в рамках маркетинга вы меня поддержите, потому что это происходит, не скажу, что прям везде, но очень часто где. Мысль владельца бизнеса не живет в рамках терминов маркетинга. Он принципиально про другое. Вопрос, сколько нужно вам дать денег, чтобы привести нужных клиентов, это мысль бизнеса. Это не мысль маркетинга. Маркетинг думает о другом. Можно ли привести столько же клиентов бесплатно? Я очень люблю фразу «можно сделать маркетинг без бюджета?» И имея у себя за плечами несколько лет опыта, когда у меня в рамках управления была сеть, состоящая из 19 представительств в разных городах России, а бюджет на все вот это счастье составлял 50 тысяч рублей в месяц, то есть такой прям совсем почти маркетинг без бюджета, я уже поняла, что можно. Можно бесплатно? Можно бесплатно. Другой вопрос, что мы в любом случае заплатим только не деньгами, заплатим временем, и в это время у нас войдет умение наше собственное, то есть те навыки, которые мы применим, которые мы приложим в развитие данного бизнеса, и то время, которое мы отдали на наше обучение, на развитие себя любимого. Как бы прокачка тех навыков, которые позволяют вам, глядя на очередную компанию, на новый бренд или на новый продукт или услугу, ответить для себя на вопрос, у меня есть только 8 рабочих часов, и я точно знаю, что вот для этой услуги или для этого бизнеса, там, например, технологии SMM работать не будет, поэтому на SMM не ставим главную карту, зато отлично сработает e-mail маркетинг. Я это знаю, потому что я сюда пришел с тем багажом опыта, знаний, навыков и спецификой рынка, поэтому ответ на вопрос, можно ли бесплатно, я отвечу, можно, я просто запрочу вам моим рабочим временем. Я очень люблю клиентов, которые говорят, нам нужен маркетинг без бюджета, потому что в ответ на это всегда можно сказать, хорошо, у тебя будет те же твои самые 20 клиентов в день, но если мы бы заплатили денег в контекстную рекламу, мы бы получили их за 2 часа, а так мы получим их через 3 месяца, когда раскачаем эту лодку. Готов ли ты жить 3 месяца и ждать? Отлично, не готов? Давай включим контекст, и у тебя будет это через 2 часа. Для того, чтобы отвечать на такие вопросы и приводить доводы, нужны, понятно, что? Знания специфики бизнеса, знания рынка в целом, знания технологии, главное, знания ожиданий. В этом смысле диджитал, в отличие от классических оффлайновских рекламных кампаний, то есть, например, наружной рекламы, сильно выигрывает, потому что почти все каналы диджитала имеют возможность четкого подсчета. Сколько человек пришло на сайт с какого баннера? Мы можем это посчитать. У нас есть для этого технология. На сайте у нас стоит система Яндекс.Метрика, и мы умеем ей пользоваться. А на самом баннере у нас стоит UTM-метка, которую мы сгенерировали и отправили вместе с баннером и поставили на сайт. И дальше система Яндекс.Метрики нам посчитает, сколько людей с этой Яндекс.Метрики к нам пришло. У нас есть система, которая может дать рекламу только тем, которые были у нас на сайте. Причем не вообще на сайте, а, например, представим себе интернет-магазин. У вас в интернет-магазине продаются, ну, например, там впереди у нас лето, дачные какие-нибудь истории. Итого у вас на одной странице размещено семена, на другой дереве, на третьей земля и газонокосилки. И мы можем дать рекламу отдельно на тех, кто побывал у нас на странице деревья, не дошел до корзины, ничего не купил, и мы их догоняем рекламой и говорим им, ну, так ты не забыл, деревья тебя ждут. Для тех, кто побывал на странице газонокосилок, будет другая реклама. А для тех, кто положил в корзину, но не заплатил, мы покажем третью. Наши с вами коллеги, я не спрашивала вас в самом начале нашей встречи, а какие бизнесы стоят у вас за плечами. Поэтому у меня, наверное, вопрос сейчас к вам. Есть ли среди нас люди, в задаче которых входит продажа недвижимости? Напишите мне, пожалуйста, плюсик в чат, если среди нас есть такие граждане. И пока я жду вашего ответа. Вопрос, почему именно недвижимости? О, Хасан, спасибо большое. Потому что покупка газонокосилки – это один чек. Покупка шляпки – второй чек. Покупка минимальной продовольственной корзины, продукты на два дня с доставкой на дом или пиццы на дом – это третий чек. А покупка квартиры – это вообще про другое. Это вообще не спонтанная история. И это история, которая не происходит, как правило, знаете, как это? Не происходит через Инстаграм. Мы можем купить услуги массажиста или тортик домой, поддавшись эмоциональному порыву. Но мы никогда не нажмем в Инстаграме кнопочку «Купить» на сайте, когда мы видим, о, трехкомнатная квартира, 17 миллионов, самый центр, копейки надо брать. Это совершенно другая модель продажи. И разбираясь в разных моделях продажи, мы благодаря диджитал-каналам можем настраивать индивидуальный подход каждому клиенту вот в этом вот сложном рынке. И в этом смысле, когда я говорю понятие сложного рынка, это не только те рынки, которые ограничены законодательством. То есть, например, у нас лекарства нельзя рекламировать, алкогольную продукцию нельзя рекламировать, интимное белье нельзя рекламировать. Это спущено сверху. Но у нас есть сложные рынки, которые не покупаются спонтанно. И к этому относятся товары с высоким средним чеком, начиная от хороших машин и заканчивая квартир. И туров совсем all-inclusive, 200 тысяч выше. И у нас есть сложные рынки продуктов, которые надо объяснять людям. То есть, например, какое-нибудь сложное, эксклюзивное страхование жизни и бизнеса, когда человек, изначально читая на сайте, не понимает вообще, что это, несмотря на то, что у него высшее образование, помимо 11 классов, и читатель умеет. И главное, не понимает, зачем ему это нужно. Благодаря диджитал-инструментам мы можем достучаться до каждого. Это называется у нас ретаргетинг. Механизм применяется в социальных сетях и приложении Инстаграм. Мы можем объяснить человеку через несколько рекламных контактов, например, через формат e-mail маркетинга, зачем ему нужна та или иная услуга. И ответ на вопрос бизнеса, а можно больше клиентов, это тоже вопрос, который легко обсчитывается благодаря навыкам диджитал-специалистов. А именно, у нас есть такое понятие, которое мы взяли от отдела продаж. Он так и называется – воронка продаж. Если совсем рассказывать на пальцах в рамках диджитала, то звучит это следующим образом. У нас есть количество трафика, входящего на сайт. Из тех, которые зашли на сайт, например, там 200 тысяч, мы показали наш баннер, из них 2000 перешло к нам на сайт, из них 20 человек у нас, там 100 человек у нас зарегистрировалось, оставило e-mail и контактные данные, там телефон, имя, возможно, даже город проживания. Из 100 зарегистрировавшихся 20 дошло до корзины и 2 заплатило. Итого у нас есть четкие показатели. Люди, которые пришли с баннера, на баннере у нас висит UTM-меточка, мы считаем, с какого канала, с какой идет трафик. А более детально нам считают это Яндекс.Метрика. Если у нас есть необходимость помимо переходов считать, сколько нам людей позвонило, мы можем подключить еще систему учета звонков. Система учета, которая приходит с поиска Яндекса, называется Яндекс.Подменный номер. И он считает нам, сколько звонков у нас с контекстной рекламы Яндекса. А если нам интересно, сколько людей нам позвонило, увидев рекламу в Инстаграме, в социальных сетях или после рассылки по WhatsApp, мы можем подключить систему колл-трекинга, например, к систему Калибри. Итого мы посчитаем в конкретных, прям вот в штуках, сколько переходов, с какого источника. Дальше мы можем считать, что если с этого баннера к нам приходит на сайт 2000 человек, из которых только двое оплачивают, вопрос, где проблема. Почему так мало? Почему с 2000 только две продажи? И вот здесь специалист в области интернет-маркетинга, я не могу сказать там, знаю только с кого спросить, хотя если вы начальник отдела, вы будете заниматься именно этим. Почему такое маленькое количество? Может быть, сайт запутанный? Тогда вопросы к специалисту по юзабилити и к контент-менеджеру. Может быть, путь по сайту очень длинный? Может быть, кнопочка неяркая? Тогда вопрос к дизайнеру, веб-дизайнеру. Может быть, плохо описан продукт? Вопрос к контент-менеджеру. Может быть, человек положил в корзину, а ему не было отправлено напоминающее письмо, например, там товар вас ждет. Тогда нужно подключать e-mail маркетолога, чтобы он усиливал желание человека купить уже отложенный продукт. Может быть, дело вообще не в нас, потому что бывает так, что человек положил товар в корзину, дальше нам необходимо обязательно встроиться в модель продаж звонок менеджера по продажам. Вопрос, что они им там рассказывают? Что из 20 регистраций только 2 продажи? Тогда в должность диджитал-маркетинга директора по диджиталу будет входить еще разграничение ответственности, чтобы в рамках общей работы, а для владельца бизнеса, по сути, как работают отделы между собой, это, конечно, наверное, здорово с точки зрения управления. Но с точки зрения бизнеса Главное, чтобы ни на одном этапе этих работающих звеньев не было срыва доходности. Поэтому, когда мы выясняем, что у нас происходит в этой воронке, выясняем, что с точки зрения нашего, нашей работы, баннеры правильные, посыл правильный, сайт удобный, кнопочки на нужном месте, корзина работает как часы, форма оплаты все подключены, и нам, значит, системы аналитики показывают, что с точки зрения интернет-маркетинга все отлично, тогда мы можем отвечать на вопрос, можно ли больше клиентов? Можно. Просто тогда надо увеличивать входящий трафик. Если у нас с каждых двух тысяч две продажи, вот Хасан, который работает в рамках недвижимости, сейчас, наверное, улыбается, потому что, если у нас из двух тысяч переходов на сайт лендинг, например, нового ЖК, две продажи квартиры, это чудесный трафик. Вы меня поправьте в комментариях, пожалуйста, в нашем чате, если я ошибаюсь. Две тысячи переходов на сайт продали две квартиры. А если у вас это лендинг, например, дамских сумочек, то это катастрофа. Потому что две тысячи входящего трафика вам обходится категорически дорого по сравнению со стоимостью сумки, например, там в три тысячи рублей. И вот эти вот детали, чтобы правильно ответить на мысль владельца бизнеса, мы переводим его язык на наш, на язык маркетинга. То есть как двигается мысль бизнеса, мы с вами вот разобрали, Максим комментирует, что руководителю этого не объяснишь. Я верю, у меня тоже были разные руководители. Ну, как-то вот я вспоминаю обычно пословицу, провода камень точат и иногда даже дотачивают. Меня спасала, конечно, система аналитики, когда я показывала цифры и, соответственно, рассказывала не на пальцах, а на конкретные аналитики. Итак, как мы переводим это на мысль маркетолога? Вопрос, сколько вам надо дать денег, чтобы привезти нужных клиентов? Теперь начинаем перевод. Кто наши клиенты? Мы изучаем клиентов, мы называем это пониманием целевая аудитория. Мы изучаем конкурентов, мы изучаем в целом рынок. Изучаем, как можем сделать наш продукт наиболее интересный. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я сейчас могу сыпать, сыпать терминами. У нас... Я когда получала высшее образование, а это был конец 90-х, у нас не было профессии маркетинг. В принципе, не учили. То есть, получив высшее образование, я училась вместе с рынком, потом получила высшее по маркетингу. Но уже в 2010 году. И терминологию, по которой учили тогда и по которой учат сейчас, мы так или иначе, но всю заимствовали запада. Вам наверняка известна эта фамилия Котлер, в том числе благодаря тому, что в 70-х годах прошлого века он был первым. Кто попытался черный ящик маркетинга, ответ на вопрос, сколько вам надо дать денег, чтобы вы привели клиентов, разложить системно, чтобы вычленить в итоге формулу, что если А прибавить Б, то будет С. И если мы хотим С, то к А надо точно прибавлять Б, но никак не Д, не Е и даже не Х, и З. С не получится. И в рамках терминологии маркетинга мы занимаемся этим на курсе менеджер по маркетингу и рекламе. Мы разбираем основы классического маркетинга, который позволяет нам не совершить самые страшные ошибки. Это краеугольный камень любого действия, с которого начинает от стажера и заканчивая начальником отдела в области маркетинга. Кто наша целевая аудитория? Чем она живет? Чем она интересуется? Где она живет? Как она действует в рамках рыночных отношений? Здесь есть одна огромная поправка. Книга Филиппа Котлера, которая так и называется маркетинг, это почти 900 страниц, у меня дома стоит ее 19-е приездание, была написана в 70-х годах прошлого столетия. За это время мир изменился чуть более чем полностью. У нас появился интернет, глобализация экономики, перепроизводства продукции. И вот этот вот новый мир описывает один из наших современников, профессор Гарварда Клейтон Кристенсен, про теорию Кристенсена, которую сейчас называют, ну, его называют новым Котлером, скажу вам честно и откровенно, по крайней мере, в Британии. Книги Кристенсена переведены на русский язык, к сожалению, только две из 18, и ни одна из них не содержит его главную концепцию, которая называется Jobs to be done. В рамках кризисного мира, и особенно посткризисного, который нам грозит через некоторое количество времени, концепция Кристенсена будет той ведущей, с которой мы будем работать. Я в концепцию Кристенсена и эту модель мы включаем в то самое теоретическое знание маркетинга, которое идет на нашем первом базовом курсе. Дальше, изучая конкурентов и рынок в целом, мы занимаемся маркетинговой аналитикой. Стратегической, и здесь я могу вам назвать термины, которые, опять же, вы наверняка все это знаете. SWOT-анализ, PEST-анализ, SNV-анализ, это концептуальная аналитика, которая была сделана, опять же, на Западе в 70-х годах и сейчас ей пользуются все. Но без подобного решения, без понимания вот этого вот базиса, мы можем очень лихо попасть в те вещи, которые на простом языке называются слив бюджета, что, как вы понимаете, ни руководителю бизнеса не понравится, да и, собственно говоря, и резюме не порадует впоследствии. После стратегического маркетинга мы занимаемся тактическим маркетингом, а именно мы создаем маркетинговую гипотезу и проверяем ее через базовую маркетинговую аналитику, то есть маркетинговый анализ концептуальный мы делаем, соответственно, на уровне теории, а дальше мы делаем на уровне практики собственный анализ уже собственного бизнеса, собственного бренда или торговой марки, в зависимости от того, с кем вы работаете. И совмещая знания целевой аудитории, модели Jobs to be Done, стратегической и тактической аналитики. После этого мы отвечаем на вопрос, что может сделать наш продукт или нашу услугу более интересным. Предыдущие все шаги, которые мы совершаем до этого вопроса, позволяют снимать огромное количество головной боли. На языке руководителя обычно это звучит так. Наш продукт плохо продается, давай ты что-нибудь придумай, чтобы он продавался лучше. Если при этом не делать вот эти все креугольные камни, не укладывать, решение обычно наступает так. Давай запустим акцию. 2 по цене 3. 2 плюс 1 равно 2. 1 купи, 2 в подарок. То есть отдел маркетинга начинает рубить выручку, делать скидки. И если вы помните 2014 год кризис, особенно не декабрьский период, когда выносили просто MVideo вместе с продукцией на руках, а где-нибудь февраль-март. Я почему-то говорю про кризисную историю, потому что впереди следующий. Только ленивый директор магазина не повесил у себя плакат скидка. Дальше были разные циферки. 40%, 60%. Я однажды увидела 90%. То есть просто отбить аренду это называется. Но оно не работает. Мы настолько привыкли с 2015 года к скидкам, что дальнейшие наши действия, когда мы сейчас пойдем и будем говорить скидки, 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 не принесет того результата, который хочет владелец бизнеса. А что принесет, спросите вы? Для этого надо иметь понимание, как можно сделать продукт или услугу более интересной. А для этого те самые краеугольные камни. Целевая аудитория, jobs to be done, концепция Клейтона Кристенсона, стратегическая аналитика, тактическая аналитика рынка. Дальше у нас рисуется идея. Та самая концепция, которая, собственно говоря, и иногда спасает бизнес в целом. Следующий перевод на наш маркетинговый язык, того же самого вопроса. Кто такие нужные клиенты? И здесь мы изучаем потребительские способности. Средний чек, потребности потребителя, модель покупки, потому что нам нужно выяснить, что сделать, чтобы они покупали больше, увеличение среднего чека, или чтобы покупали чаще, увеличить частоту посещения. Как правило, это два решения, с которыми мы работаем в рамках, начиная от индивидуального предпринимателя, самозанятости или заканчивая сетевым магазином, сетевым кинотеатром и так далее. Все равно ответ будет один и тот же. Либо покупать больше, либо покупать чаще. Заметьте, я ни там, ни там не говорю про скидки. Скидки, на мой взгляд, знаете, это такой самый последний момент, к которому приходит отдел маркетинга. Называется, мы не можем ничего придумать, все, будем терять выручку. Ну, подождите, давайте что-нибудь придумаем сначала. После этого мы отвечаем на вопрос, как привлечь этих клиентов. То есть, кто такие клиенты, кто такие нужные клиенты. Я к тому, что не за всех клиентов стоит бороться. Но надо понимать, за кого особенно. А теперь, как их привлечь. И вот для этого нам нужно знание рекламных каналов, чтобы выбрать, с какого канала придет больше тех самых клиентов. То есть, это знание каждого канала, его специфики, его характеристик, его слабых сторон. Обязательно. Ну, и сильных, несомненно, тоже. Дальше мы придумываем, что мы дадим нашим клиентам. Проводим тестирование. Я люблю вот эту фразу о том, что мы не можем залезть в голову нашему потребителю. Как бы мы его ни анализировали, ни проверяли, ни исследовали. Все равно ему нужно показать наше объявление и сказать, ну, слушай, вот тебе нравится картинка А или картинка Б? Текст цепляет какой? Вот этот или вот этот? И после подобного тестирования, когда нам уже сами люди говорят, ну, вот тут вот прям совсем вот за душу взяло, а здесь как-то не то, чтобы не, опять же, слить бюджет на то, что не работает. Мы запускаем то, что будет работать. Как для этого нам ответить на вопрос, что будет работать? Знание рекламного канала, его технических и прочих возможностей, тестирование объявлений. Дальше мы запускаем нашу рекламу. Включаем аналитику результатов. Для этого работает, соответственно, система аналитики. Ну, а после аналитики, как правило, занимаемся оптимизацией расходов. И дальше система работает по кругу. Ответ на вопрос, можно ли бесплатно, я всегда говорю, можно. А дальше рассказываю про время затраты. То есть, например, если у нас на рынке специалистов в области социальных сетях, в области социальных сетей, есть определенные временные, определенные финансовые градации, с которыми мы можем подходить к тем или иным типам услуги. А именно, если нам нужно ввести социальную сеть, мы компания, которая социальных сетей не ждет ничего глобального с точки зрения продаж. То есть, например, вы продаете КАМАЗы. КАМАЗы не продаются через Инстаграм. Но зато через Инстаграм замечательно для них делается репутация. И мы понимаем, что не будет купли КАМАЗа через Инсту, но нам нужен очень хороший копирайтер, который будет писать такие тексты, которые человек будет читать и будет влюбляться в наши КАМАЗы. А теперь, внимание, вопрос, кто это будет делать? Это можем делать мы. Если у вас за плечами филологический факультет, у вас есть красный диплом по-русскому, или вы просто очень любите тексты, и вы разбираетесь в копирайфинге отлично, 2-3 часа в день вы тратите на то, чтобы писать тексты. Мы понимаем, что они не принесут нам продаж, они принесут нам только репутацию. 3 часа в день из 8-часового рабочего дня. Дальше вы поделите там часы, которые вам оплачиваются. Условно говоря, как сказала моя коллега, зарплата digital marketing – это очень хорошие деньги. 3 часа каждый день – это будет хорошо стоить. Да, вы не платите наемному специалисту, но, возможно, если вам нужен только пиарщик, то есть только копирайт, только тексты без продающих всех историй, может быть, взять за тысяч десять специалистов с открытого рынка, и он будет вам прекрасно писать про КамАЗ. Вы сэкономите массу денег с точки зрения вашей зарплаты, то есть вы просто ваше личное время потратите в другую. Вы сэкономите себе время, выделите его на другие задачи, но и заодно вы отдадите вашу работу действительно специалисту своей сфере. Можно и самому, как говорится. Можно самому делать SMM, самому делать таргетированную рекламу, самому запускать контекст, самому заниматься SEO, самому заниматься аналитикой и размещением баннеров в медийке, и даже самому делать сайты, начиная от самых простых там конструктов тильда и заканчивая сложных, если вы владеете языком программирования. Другой вопрос, что? Сколько у вас уходит на это времени, исходя из тех задач, которые перед вами стоят? Может быть, вы и не успеете. А может быть, вы попадаете в такую компанию, которая работает, ну там, корпоративные клиенты, госсектор, основные продажи происходят, потому что кто-то кого-то где-то знает, а вы в рамках того, что вы диджитал-директор, занимаетесь введением корпоративного сайта на достойном уровне, то есть иногда пишите туда статьи, потому что ваши подрядчики вам сайт давным-давно сделали. Пишите тот самый контент для социальных сетей ради пиара и запускаете e-mail рассылку, персонально каждому человеку поздравляю, каждому клиенту поздравляю от лица компании. Но тогда, наверное, времени хватит. Если у вас задачи стоят в продаже, а не в пиар, то, как правило, такие работы требуют более глубоких знаний, поэтому часть из своих навыков передаются уже сторонним подрядчикам. Придя в диджитал-маркетинг в 2004 году, я могу сказать, что за это время я разобралась в четырех системах ведения сайтов, CRM-системах, начиная от Bittrex, который платный, и заканчивая Joomla, которая бесплатная. На 2015 год я достаточно неплохо разбиралась в SEO и могла делать это в том числе сама и руками. СММ в полном фарше и тексты, и партнерки, и таргет я умею делать до сих пор, просто потому что мне это очень нравится. Контекст я разбираюсь в рекламном кабинете, но за это время развития интернет-маркетинга. Если с вас требуют глобальных настроек, серьезных навыков и знаний, надо понимать, что ни одна технология не стоит на месте. Тот же самый рекламный кабинет Facebook за последние 2019 год обновился трижды. Каждое обновление влекло за собой новые функции, и за этим надо следить. Поэтому в рамках профессии Digital Director, если мы исключим из этой профессии управляющую часть, то есть именно менеджерскую часть, а оставим технологическую и умение, и навык аналитики, то здесь важно понимать, что в рамках данной профессии наверняка сайтом строением вы заниматься уже не будете. Заниматься анализом сайтов, да, вы будете. Вы разберетесь в юзабилити, чтобы контролировать подрядчиков. А вот навыки SMM, SEO, контекста и, конечно, там метрики, и Яндекс.Метрики и Google Analytics, вот без этого уже совсем никак. Потому что когда мы говорим, третий вопрос, можно ли больше клиентов, но нужно ли? Здесь я попрошу вас обратить особое внимание на эту запятую. Можно ли больше клиентов? Можно. Надо увеличить входящий трафик в воронку продаж, надо понимать, с какого канала он идет к нам в большей мере. Нужно оптимизировать каждый канал, чтобы на привлечение клиентов из социальных сетей, из контекстной рекламы, с баннеров, с партнерки, с сайтов-отзывиков. Мы тратили бы меньше денег, то есть мы занимаемся оптимизацией, но вопрос, нужно ли нам больше клиентов. С точки зрения развития бизнеса, этот вопрос может показаться абсурдным. Конечно, нам нужно больше. Но я сейчас попробую обратить ваш взор к детскому советскому мультику, который называется «Золотая антилопа». В самом конце данного мультфильма индийский Раджа начинает тонуть в золоте и, наконец, произносит сакраментальную фразу, превращающую все золото в черепки. Хорошо, хватит, довольна. У нас для каждого бизнеса есть понимание емкости бизнеса. У каждого оно разное. Емкость бизнеса – это то количество клиентов, которое вам нужно для того, чтобы компания развивалась, окупалась, росла, но при этом никто в компании не зашивался бы до полуночи. В качестве примера, если мы возьмем, например, самозанятую мамочку в районе, которая печет тортики. Она печет эти торты, когда ребенок в школе, а муж на работе. Два торта в день она делает легко. Ее телефон передают из WhatsApp в WhatsApp все районные мамаши на вопрос, мне бы нужен торт на юбилей ребенка, у кого бы взять? Говорят, ну вот, вот там есть Маша, дом 12, квартира 147. Шикарные торты. Вот, кстати, это мой. Ей емкость бизнеса – два торта в день, 14 тортов в неделю. Если вы умножите эту цифру на 4, вы получите емкость в месяц. Больше ей не нужно. Соответственно, подключая любые рекламные каналы, как только мы понимаем, что горшочек не варит, хватит довольно, мы говорим, что мы перешли за емкость бизнеса, мы начинаем терять качество. У корпорации озон.ру тоже есть емкость бизнеса, просто она в разы выше, чем емкость у мамы Маши с тортами. И у нас, у каждого бизнеса своего есть то же самое понимание. Поэтому, когда мы говорим о том, что наши рекламные каналы, вот мы их все посчитали в интернете, приносят нам 140 клиентов в месяц. Емкость нашего бизнеса – 160. Вот 160 мы обслужить сможем, больше уже не получится. У нас аккаунт-менеджер зашьется в документах, у нас бухгалтерия будет делать задержки, у нас менеджеры по продажам не будут успевать снимать трубки или отправлять материалы, либо все будут сидеть до 10 вечера, постепенно ругаясь на переработке. И тогда в этой ситуации мы должны понимать, с какого канала нам нужно, нам получится легче и быстрее привлечь недостающие 20 клиентов. легче с точки зрения посыла и быстрее с точки зрения финансов, что тоже считает Digital Director. То есть это оптимизация, это такая часть работы, которая называется оптимизацией бюджета отдела, когда идет анализ каждого канала и затрат на каждый канал, привлекающий трафик для компании. У вас сейчас на экране такой большой долгий путь, с которым обычно живет клиент в нашем современном мире. У нас есть потребность клиента, которую мы изучаем в рамках стратегического маркетинга, поиск, чтобы он нашел именно вас, и вот здесь мы должны знать, какие технологии нужны, чтобы мы у него появились на поиске. Рекламные инструменты. Мы должны вылезти в запросы в поисковике Яндекса и Гугла, мы должны выйти по рекомендациям. Это уже для каждого бизнеса свое решение. Но мы должны понимать, какие из этих инструментов мы задействуем. Дальше человек делает исследование, видит рекламу, заходит на сайт, смотрит на нас в соцсетях, получает нашу рассылку, и вот тут бинго, он совершает продажу. Итого у нас получается в рамках процесса диджитал маркетинга трехсистемная фигура, где у нас есть сайт, у нас есть входящий трафик на сайт и дальнейшая его обработка. В рамках решения, чтобы было больше денег, мы можем действовать как с одной стороны, так и с другой, а именно увеличивать трафик на сайт, это, как правило, финансовые вложения, то есть давать больше рекламы, например, вешать больше баннеров, например, и дальнейшую обработку трафика вести, которая, как правило, требует меньше денег, куда входят системы обзвона, но это, как говорится, не к нам, это к отделу продаж, e-mail маркетинг, а вот это уже к нам, и работа с социальными сетями, чтобы люди, если мы, не поймали их на сайте, мы их, соответственно, поймаем в соцсети. Поэтому мысль маркетолога двигается обычно так. Вход в воронку, дальше из воронки часть уходит продажи, и это уже не наша забота, это отдел продаж, а часть трафика мы должны вернуть обратно в сайт, то, что мы называем ретаргетинг. Для каждого пути у нас действуют свои инструменты. Поэтому, помимо ответов на вопрос, где брать нужных клиентов, кто наши клиенты, можно ли бесплатно, я не покривлю душой, если спрошу, была ли мысль, можно ли меньше работать. Здесь много работы, правда, очень много. Поэтому вопрос, можно ли как-то запустить это все на автомате. Можно. Это называется автоматизация интернет-систем, то есть входящий трафик появляется в сайт, сайт автоматически интегрируется в CRM-систему, какая стоит у вас на сайте, чаще всего сейчас пользуется битриксом. К битриксу подключается автоматическая система e-mail маркетинга или таргетинга, которая автоматически отправляет трафик обратно. Как говорится, главное подключить. По статистике последнего года ответ на вопрос, какие каналы выбирают для рекламы, выбирают обычно следующие. Вот здесь у вас разные циферки. Я знаю, что вы получите презентацию после всей нашей встречи. Не буду заострять внимание на всех деталях, обращу внимание только на верхушку. Контекст и поисковая оптимизация, то есть то, что мы видим в результатах поиска Яндекса и Гугла. Социальные сети, видео, как набирающий тренд восприятия людей, сайт. И сюда еще относятся e-mail. Поэтому те, кто говорят, что e-mail маркетинг не работает, можете честно вспомнить им хороший анекдот. Вы не любите анчоусы, вы просто не умеете их готовить. Переводим наше движение мысли от маркетолога на диджитал-директора. Для того, чтобы решить ту или иную задачу, мы получаем их от нашего руководителя в формате «Сколько тебе надо дать денег, чтобы было больше прибыли?» Пункт первый – получить задачи бизнеса. В идеале оформить их по смарту. Мы на нашей учебной программе разбираем, что такое задача по смарту, а говоря на разговорном языке, не на языке терминов, то есть мы переводим их на язык понятный. Сколько нам надо клиентов в количестве, до какого времени, в дате? Условно говоря, не просто «мне нужно больше клиентов», а «мне нужно 26 клиентов до конца месяца». Вот это задача бизнеса. Дальше мы начинаем переводить это в маркетинговые показатели. Каких клиентов с каким средним чеком? Какой канал нам может привести таких клиентов? То есть вот мы начинаем заниматься маркетинговой работой. Дальше мы запускаем ту самую рекламную кампанию, анализируем ее показатели, исключаем все, что не сработало, то, что мы называем оптимизацией бюджета и оптимизацией решений, а потом переводим их обратно на язык бизнеса, чтобы было понятно владельцу под названием «ну вот мы провели работу, вам нужно было 26 клиентов, самые денежные мешки к нам приходят из контекста, поэтому я бюджет 100 рублей переформирую так, 80% на контекст, 20% на все остальное. Мы перевели наши маркетинговые показатели на то, что понятно владельцу. У меня обычно спрашивают, а почему нельзя владельцу бизнеса рассказывать так, как мы с вами разговариваем. И я думаю, вы даже знаете ответ на этот вопрос. Каждый хорош там, где хорош. Руководитель бизнеса не обязан знать наш маркетинговый язык, и он его не обязан понимать. А вот уметь переводить на язык бизнеса, да, это мы должны. После того, как мы все это сделали, у нас появляется еще одна именно управленческая функция, поскольку это директор. Управление внешними подрядчиками управления собственными сотрудниками. В программу включены также знания федеральных законов. У нас есть их два, те непосредственных которых относятся к нашей деятельности. Закон о рекламе о персональных данных. Циферки, надеюсь, вас порадовали, да, 2006 год. Поэтому мы разбираем два закона и все поправки. То, с чем мы живем в 2021. Будем жить и в 2020, соответственно, проживаем сейчас. Чтобы никто никогда вам не предъявил претензию в суде на очень большие деньги за нарушение того или другого закона. Ну и, собственно говоря, выводы из того, что вы видите на экране, это перечень курсов, которые входят в дипломную программу. Курс менеджера по маркетингу и рекламе отвечает на вопросы стратегического маркетинга. Это самый первый вопрос бизнеса, который задается любому маркетологу и маркетологу, работающему в оффлайне и в онлайне и уж тем более директору подразделения. Поэтому общее знание целевых аудиторий, стратегический анализ, маркетинговый анализ, концепция Клейтона Криссонсона, с которой мы будем жить, в отличие от концепции Филиппа Котлера, с которой мы жили до этого, базовые знания брендинга и все остальное, то, что вы сможете по ссылке посмотреть на нашем сайте, там много, дорогие друзья. После этого идет часть, которая касается сайта. Это необходимые знания, которые должны быть у специалиста диджиталу. То есть это знание юзабилити и то, что необходимо разбираться в SEO. Конечно, это умение работы с текстом. аналитика, то есть вот он идет, входящий трафик и насколько мы в этом трафике живем. Насколько у нас идет результативный трафик на сайт. Поэтому обе системы, Google аналитика и Яндекс метрика, конечно, в систему входят. Вы должны в этом разбираться. После этого два курса. Один называется продвижение в социальных сетях. Это стратегический курс по SMM. второй тактический курс это только таргетированный реклама, но зато такой level up таргетинг, где мы в деталях разбираем все тонкости, каким образом настраиваются все рекламные кабинеты, включая глубоко недооцененный кабинет в одноклассниках. После этого идет система управления, то есть это развитие интернет-ресурсов и приложений. Приложения сейчас это одна из новых отраслей, которая, как говорил еще тогда Буденный, лошадь себе еще покажет. Поэтому редко какая крупная компания обходится без приложения. Наверняка вам известно, и вы пользуетесь приложением Сбербанк онлайн, наверняка у вас в телефоне закачаны еще пара приложений типа приложения Спортмастер, приложение Яндекс Еда, приложение еще что-нибудь. В общем, как говорится, гляньте в телефон и порадуйтесь. Да, рынок есть. И нужно уметь этими проектами, эти проекты нужно уметь внедрять, развивать и поддерживать. И контроль за подрядчиками это система интернет-маркетинг метод эффективного контроля, когда вы сами контролируете все интернет-потоки и соответственно можете заниматься контролем ваших сотрудников. И вот таким образом мы подходим к последнему курсу, входящему в дипломную программу. Это руководитель структурного подразделения, где помимо знаний интернета у вас будет информация о классическом менеджменте, причем вы разберете как европейский менеджмент, в том числе затронете один из популярных сегодня систем Agile, так и поговорите про возможности внедрения восточного менеджмента, а именно Kanban и Kaizen. Как говорится, там есть что взять, там очень интересно. Дорогие друзья, ваши вопросы. Пожалуйста, пишите в чат вопросы. Ольга Вячеславовна, будьте добры, назовите дату ближайшего курса с чего начинается дипломная программа. Ближайший курс начинается на следующей неделе. Если я правильно помню дату 19 числа, то есть прям уже совсем вот-вот. Значит, эта группа идет в формате онлайн-обучения, соответственно, в силу нынешней нашей ситуации. Следом за этим идет сейчас я вам скажу более точно, идет через воскресенье курс, который посвящен таргетированной рекламе. Я к тому, что я сейчас вам сейчас три минуты вот так вот выйду на обратный слайд. Смотрите, я специально выделила некоторые курсы отдельно, а некоторые курсы блока. Я к тому, что некоторые курсы вы можете хорошо было бы послушать один за другим, а некоторые курсы можно слушать отдельно. То есть, например, навык копирайтинга и навык управления отделом, да, это два разных навыка. Поэтому какой из них вы послушаете в начале, неважно, главное, чтобы были знания по обоим. Точно так же, как, например, Яндекс.Метрика и Google Analytics. То есть, первый курс в начале, второй курс в начале не принципиально. Максим Сергеевич спрашивает, как пройти собеседование по данной профессии. вы знаете, мне так сложно ответить на этот вопрос быстро. Могу я ответить на этот вопрос. Я сейчас передам вам слово. По моему мнению, так, я когда принимала на работу как директор по маркетингу себе правую руку, директор по диджику, обращала внимание на кейсы, которые были в его интернете. то есть, я спрашивала, какие стояли задачи и как он их решал. И дальше, соответственно, много-много цифр, много-много аналитики. Но это вот моя именно практическая история. Давайте, вот, моя коллега, вы лучше разбираетесь именно в трудоустройстве, вы ответите лучше. С удовольствием отвечу, потому что я 20 лет работала директором по персоналу и подбирала людей от рекламщиков, когда они еще начинались, правда, там, 10-15 лет назад. Ой. Простите. Сейчас, дорогие друзья, вы меня слышите? меня, наверное, слышно, да? Да, меня вы слышите. Ой, меня-то не слышно. Простите, я тут рассказывала историю. Разве что вы подбирали рекламщиков еще давным-давно, можно вот все остальное дальше? Я рассказываю такую историю красивую, все. Простите, пожалуйста, ну, техника такая волшебная штука. Соответственно, наших выпускников и даже учеников я смело приглашаю на карьерную консультацию, где мы за час разберем вашу конкретную, именно индивидуальную вашу историю и как конкретно вам показывать себя для работодателя. Это вот такая услуга для наших всех, собственно, выпускников и учащихся, да, независимо от того, закончили вы курс или вы только поступили учиться. А так, чтобы было понятно, когда вы понимаете, что такое маркетинг, вы попробуете отнестись к себе как к бизнес-проекту, как к некоторому бизнесу. И, соответственно, если вы бизнес, то используйте все инструменты маркетинга и продвижения. И понимайте свою целевую аудиторию, кто те люди, которые будут вас собеседовать, да, о чем они хотят о вас узнать, что за продукт вы будете им предлагать. И тогда, соответственно, вы будете понимать, идя на собеседование в конкретную компанию конкретным людям, о чем им рассказывать и как проходить собеседование. Идя в другую компанию, вы будете расставлять акценты немножечко по-другому. Да, вот такое самое большое и самое уникальное предложение или там совет по тому, как проходить собеседование. Вот такая история. Вот. От меня такая история. Есть еще коллеги вопросы? Расскажите, пожалуйста, как можно записаться к вам на собеседование? у нас есть чат. Да, у нас, я прошу прощения, лист, телефона и чат почему-то я не успеваю посмотреть. Как можно записаться на консультацию? Есть замечательная почта jobsobakaspециалист.ru пишите пишите туда просто job, три буковки, самое простое. Пишите туда и говорите, я такой-то, такой-то учился на таких-то курсах, вот мое резюме, назначьте мне время. На сегодняшний момент провожу консультации два раза в неделю, среда, пятница, но скорее всего со следующей недели это будет три раза в неделю. то есть наши учебные центры, наше руководство понимает сложность ситуации сейчас с трудоустройством и ужесточает для меня как для сотрудника какие-то меры, но улучшает для наших выпускников и учеников и соответственно три раза в неделю уж точно будет шанс попасть на консультацию ко мне. Вот такая история. Ольга Вячеславовна, посмотрите, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Да, я все читаю, как раз вашу почту написали в чат, так что надеюсь с этим вопросов не будет. Так, еще был вопрос. Я не пойму как сюда в чат зайти. Я почитаю, мне несложно. Спасибо большое. Так, еще вопрос спрашивает Хасан длительность курса. А какого именно курса? Я к тому, что у вас сейчас на экране их несколько вопросов. Если я так правильно посчитала, чуть более чем 10. Все вместе они составляют дипломную программу. Часть из этих курсов идет 12 часов, условно говоря, 2 субботы, два раза по 6. Часть идет 52 часа, 6 суббота, 6 суббот подряд по 6 часов или там раз в два дня по будням. Это уже в зависимости от расписания. Но вот менеджер по маркетингу и рекламе это здесь один из самых больших курсов именно благодаря тому, что это ответ на те самые стратегические вопросы, которых маркетолог не должен ошибиться, чтобы не слить бюджет. если 3 часа каждый вечер, ну там с 6 до 9, то это полмесяца. Это такой вот большой-большой курс. Обычно после такого курса люди уже столько вместе переживают, что заканчивают партнерским маркетингом, совместным бизнесом. Там интересно бывает в конце. Дипломная программа, диплома профессиональной переподготовки. Да. Можно я еще немножко добавлю касательно дипломной программы? Конечно, пожалуйста. Как вы уже увидели, что дипломная программа состоит из нескольких курсов, которые в общем-то составлены в том порядке, ну в оптимальном порядке, который необходим для того, чтобы усвоить полностью весь материал, для того, чтобы получить полный объем знаний, максимально практических, которых вы сможете уже применять практически сразу после выпуска. И для того, чтобы подобрать оптимальную программу для вас, то есть какие-то курсы можно варьировать, менять местами для более удобного изучения, и для этого вам нужно обратиться к персональному менеджеру, позвонив по телефону, который у нас на сайте указан, и менеджер вам поможет подобрать именно программу в ваши условия, чтобы вам было максимально удобно изучать эту программу. И там уже сразу вы сможете тогда понять по поводу длительности и по стоимости, что вам поможет рассчитать менеджер. Ольга Вячеславовна, наверное, к вам следующий вопрос от Евгения. стоит ли проходить курс, если ранее не занимался этим профессионально? Да. Евгений, стоит. Другой вопрос, что какой? Давайте так. У вас в рамках опыта вашей личной работы вы занимались работой с клиентами. У вас есть понимание, что такое обслуживание клиентов, каким образом подавать информацию клиентам, но только не с точки зрения маркетинга, с точки зрения продаж. то есть это потрясающе классный замечательный навык. Просто теперь мы разворачиваем его под маркетинговую базу и накладываем на ваши имеющиеся знания, делаем такой вот левел лап. Поэтому да. Елена спрашивает, где на сайте можно пересмотреть трансляцию. Елена, я, насколько знаю, на сайте нигде. Сейчас у нас ведется запись нашей встречи. У вас будет, соответственно, все наши диалоги, материалы. Отдельно презентация будет выслано. Через два-три дня наши коллеги из инженерного блока подготовят запись, и она придет вам на почту. Вы сможете посмотреть ее, вам придет ссылочка. Еще немножко добавлю про трансляцию, про запись на сайте. Да, конечно же, это все придет вам в рассылке, и где-то в течение недели 10 дней она все-таки появляется на сайте в разделе специалист ТВ, но при условии, что она технически исправна. Тогда запись появится и на канале Ютуба, и на специалист ТВ на сайте специалиста. так, еще какие-нибудь вопросы, возможно, уважаемые коллеги. Мы уже даже так незаметно, что мы перешли регламент, даже превысили его, но интересная была беседа, поэтому даже и не обратили на это внимание. Евгений, востребован ли интернет-маркетолог без опыта? Востребован. Просто учитывайте, что зарплата будет немножко меньше, и позиция, и позиция, скорее всего, будет, либо вы пойдете помощником интернет-маркетолога, наберетесь заодно практического опыта, тоже неплохо, либо интернет-маркетологом в небольшую компанию. То есть, в общем, мы все когда-то были без опыта, и все начинали потихонечку. Кто-то с маленьких задач, кто-то с должности джуниоров, и все выросли, так что, да, востребованы, особенно грамотные востребованы, те самые, которые умеют переводить язык бизнеса на язык маркетинга и обратно. А уж когда вы говорите, я знаю, у меня есть навык как можно не сливать бюджет, так это вообще можно в письмо сопроводительное к резюме писать дополнительным бонусом. Я бы сказала нужно однозначно. Мы на курсе таргетированной рекламы, которую я веду. Я когда первый раз показываю рекламный кабинет там ВКонтакте или Фейсбука, мы подробно проходим все тонкости и я именно показываю. Смотрите, вот здесь галку не нажали, деньги слились, вот здесь галку не поставили, деньги ушли, а вот здесь надо сделать вот так, вот так и вот так. И тогда вы вот это все поможете, в эту лужу вы не сядете. И обычно народ говорит спасибо. Максим спрашивает, а много ли негатива к интернет-маркетологам изначально от работодателя. Максим Сергеевич, я здесь позволю процитировать свой собственный ответ, который я очень часто говорю на курсе менеджера по маркетингу рекламе. Я не знаю, надо делать маркетинговые исследования. Это очень общий вопрос. У нас есть работодатели, которые встречались с прекрасными интернет-маркетологами, и они нас любят. А есть те, которые пострадали, и они не любят. Но общую температуру по больнице, я вам не скажу, надо делать маркетинговые исследования. Есть ли еще вопросы, дорогие друзья? Не за что. Пишут спасибо. Не за что. Если у вас появятся вопросы после того, как мы закончим, давайте вот так вот. Вы сейчас выключите компьютер и вспомните, боже мой, я забыл спросить. Или через некоторое время вы получите от нас письмо с материалами, перечитаете, пересмотрите, и он у вас появится. У вас есть контакты менеджеров нашего центра, или, если вы еще ни разу не общались с моими коллегами, прямой номер телефона. звоните. Звоните, говорите, что вы были на семинаре, посвященном дипломной программе Digital Marketing, и у вас есть вопросы. Вам на все вопросы ответят. Если какой-то вопрос будет настолько прям вот очень детальный, который касается моих личных навыков, или навыков моей коллеги, которая помогает с работой, этот вопрос нам передадут. мы ответим на него, и вам ваш менеджер пришлет наш ответ. Поэтому, как говорится, все маркетологи не прощаются, они встречаются в российском фейсбуке, поэтому здесь есть возможность встретиться быстрее. Появился вопрос, пишите менеджеру менеджеру. Евгений спрашивает, сколько часов длятся все курсы? О, какой серьезный вопрос. Сейчас. Так. Вот у вас сейчас на экране мой экран «Профессия директор по диджитал маркетингу». Отправляю вам ссылочку в чат, чтобы, если хотите, зайдите сами. Вот дипломная программа. Что будет? Перечень курса, который входит. Обязательно итоговое тестирование по курсу на общее знание. Моя фотография. И вот ответ на ваш вопрос. 396 академических часов. Так вот тут было сказано выше, где-то примерно полгода, но в зависимости от вашего личного желания и скорости проходить, потому что курсов много, кто-то прям проходит один за другим подряд, кто-то говорит, значит, курс, потом две недельки подождать, чтобы все в голове уложилось, потом следующий. И вот эту индивидуальную программу прохождения как раз вы с вашим менеджером и подбираете, чтобы было удобно с учетом жизни, работы, отпуска. Мне однажды менеджер говорил, что пришли люди заниматься параллельно, учиться на двух курсах, утром на одном, вечером на другом, чтобы успеть до 1 сентября, а то там дети в школу пойдут. Так что видите, жизнь такая многообразная. Вы знаете, вот спрашивают, знающие все, не все, Евгений, все знать невозможно. Диджитал идет с такими семеймильными шагами, что быть экспертом во всем диджитал не получится. Я, начиная с 2004 года, выделила себе 2 часа жизни каждый день, чтобы читать отраслевые сайты, что происходит в рынке, потому что иначе рынок уходит вперед, а я остаюсь. И вот так с тех пор каждый день 2 часа я просматриваю, у меня есть список обязательно сайтов отрасли. И то не все. Но основные направления плюс всю комплексную аналитику, плюс умение грамотно управлять внутри отдела и снаружи, то есть это вот тот самый умение переводить с языка бизнеса на язык маркетинга и обратно, вот это да. Все из этих курсов да, да, это да. Сейчас я вам верну обратно презентацию. Здесь они более крупными буквами видны. Дорогие друзья, если у вас больше нет к нам вопросов, было искренне приятно с вами пообщаться даже в чате. Жаль, как говорится, что не лично, будет приятно увидеть вас у нас на занятиях. Еще раз напоминаю, что если у вас есть к нам вопросы, которые возникли после того, как мы отключимся, не стесняйтесь, потому что наш центр работает, телефоны все работают, менеджеры наши работают, и любой вопрос будет либо ответен сразу, либо передан нам. В любом случае ответ будет. Не стесняйтесь, спрашивайте. я желаю вам доброго вечера, хорошей рабочей недели, максимально гуманного выхода из самоизоляции, и дай бог до встречи. Большое спасибо, Ольга Вячеславовна, большое спасибо всем, кто принимал участие в сегодняшнем Дне открытых дверей по профессии директор по диджитал маркетингу. Конечно же, мы всех вас ждем, приходите к нам получать престижный диплом в профессиональной переплаготворении.